Как учил меня один тренер в нефтехимике, он мне говорил, что лучше сосредоточиться на один удар плотный, чем на 20 мимо. Олег Михайлович Нечаев. Сам родом из Тольятти, там родился родители оттуда, папа, мама, с Уфы сама. Отдали в 5 лет в Академию Коноплёва, и там проходили отборы, отобрали 40 человек, и вот оттуда я начал заниматься в Коноплёве до 15 лет. После Коноплёва я играл в местном клубе «Импульс» в Тольятти, оттуда я переехал в Якутск на полгода. Самый тяжёлый период это в Якутске было. Туда лететь, во-первых, в 10 часов, либо туда на поезде 7 дней ехать. А мы оттуда ездили ещё на турнир, по 5-6 дней ездим. Минус 50, минус 60, в школу ходить самое тяжёлое время было. Из Якутска переехал в футбольный клуб «Саранск». Из Саранск я уже также перебрался на молодёжное первенство в Оренбург. И после Оренбурга мой путь лежал как раз нефтехимик. Полтора года я тоже провёл с этим футбольным клубом. После нефтехимика я перешёл в Рубин. У нас следующие. Марков, Игнатьев, Косрев, Макаров, Вороцхелия, Давидашвили. Вы располагаетесь здесь по очереди. Постепенно со всеми общаюсь. Вот с Олежкой Данченко, баскетболистом. Живу с Алексеем Гордовым. Нормально так и общаемся. Постепенно, да. Постепенно со всеми знакомы, общаюсь. Коллектив общительный. Тоже строится постепенно. Потому что пришёл новый тренер. И коллектив будет постепенно выстраиваться, я думаю, заново. Здорово, Макар! Макар колючий. Вопрос сидел, думал весь отпуск. Что будет лучше для меня? Где больше будет перспектив. Обдумывал с агентом, с родителями общался. И приняли такое решение, что лучше будет в Рубине. На данный момент пообщались с главным тренером. И приняли такое решение, что мы перейдём в Рубин. Я не могу назвать, мне говорят, что есть дриблинг, удар поворотом. Ну и техника. Ну, так себе техника. Чтоб команда у нас поднялась как можно выше в турнирной таблице. Осталась в премьер-лиге. И выполнила все свои задачи. Забивать как можно больше. И стараться в каждом матче. Надо подниматься и отдавать все силы, чтобы болельщики приходили, радовались. И клуб сам был доволен результатами. Дальше будем стараться идти выше. Все, отлично. Спасибо тебе. Спасибо. Пошли, Олеш.